Россия ведь полностью за последнее время ухитрилась утратить имидж цивилизованной страны. И тут, понимаешь ли, появляется красавец Маск, который делает путинизму совершенно драгоценный подарок. Вот он своим участием в большом и пафосном российском мероприятии, он отчасти России имидж цивилизованной страны вроде бы возвращает тем, что он принял участие в нем, потому что он сумел, надо отдать ему должное, свое имя сейчас практически для всех сделать синонимом современности и продвинутости. И вот эта вот современность и продвинутость его усилиями, его рукой, она приласкала мракобесную Россию. Маск долго чесал за ухом Пескову, тот обурчался в ответ. И вообще Маск... А Рогозин это Рогозин и чесал? Рогозин пришел в неистовство от ревности. И Рогозин тут же ответил тем, что в Роскосмосе выяснилось миллиардное растрата. О этом мы еще поговорим, потому что ответов было очень много на ласки Маска. И Маск, удивительно, он, посмотрев на эти вот обгрызенные, сгнившие запястья российского космоса, говорил, какие чудесные лапки, и как вообще мне все это нравится, и как все это бесконечно перспективно. То есть у путинизма удалось облагородить на несколько дней и отмакияжить такую пещерную физиономию. Он пару дней был похож на пятикантропа с приклеенными ресницами, с накрашенными губами, но медийное течение безжалостно, уже все смылось и уже все вернулось на свои места. А Рогозин, да, действительно, он вот ответил миллиардным воровством в своей корпорации. Православная церковь ответила на участие Маска и вообще на это грубое вторжение цивилизации и современности в ее тихий уютный мир под названием Россия, она ответила тем, что она решила узаконить на государственном уровне изгнание бесов и определить, создать реестр бесогонов, которым эта практика будет разрешена, то есть будет разрешено плановое публичное издевательство над психически больными людьми, а все остальные, у которых не хватит денег на это, они просто в этом послании, в этом призыве услышат, что да, действительно, бесы есть, их надо по-прежнему выгонять то выжаркой в печи, то кипятком, то иконами, то чесноком. Ну и присоединился еще глава Российской Академии Наук Сергеев, вот от него такой глупости никто не ожидал, и понятно, что эту контору под названием РАН пора закрывать, они были еще какой-то иллюзией наличия мысли в этой стране, цитаделью адекватности, но оказывается, РАН тоже готова себя предложить в качестве инструмента лоботомии для этой несчастной страны, она тоже тянет руки, чтобы рассечь бедную Россию поглубже. У Сергея вдруг заговорил про идеологию, про то, что вот, конечно же, все это происходит только по той простой причине, что государственной идеологии нет, поэтому и наука у нас хромает, а наука, как известно, прирастает скрепами, а вот НАСА без идеологии, она скатилась в какие-то марсоходы.